Всем привет, с вами Мила Левит и сегодня я снимаю мой субботний влог. Очень жарко, уже мы тут столько проходили, объездили. Сейчас мы находимся на Хофф Мехморед, в первую очередь в Израиле, да? И рядом с Натани есть пляж Мехморед, и сюда каждый год приплывают черепахи. Мы вот сюда приехали, сейчас посмотреть на этих черепах. Все черепахи считаются израильскими, это морские, зеленые и коричневые черепахи. И также здесь при пляже есть небольшая больничка, где находятся травмированные черепахи, черепахи с воздреждениями, с какими-то травмами, их вот забирают, лечат здесь. Они находятся в больших таких контейнерах, бассейнах, у них здесь есть друзья, семья, еда. Все, что надо, наши знакомые здесь работают волонтером. Еще по случайности, почему мы сюда приехали, потому что муж сейчас тестирует новую свою камеру, которая снимает 360 градусов под водой, снимает этих черепах прямо внутри бассейна. Будет интересно, конечно, если будет возможность, то я вам вставлю этот случай. Сюда можно приезжать, конечно, с детьми и взрослым, тоже очень интересно будет, поскольку они очень дружелюбные черепахи. Ты подходишь к кромке бассейна, они тут же вытаскивают голову, им интересно, все любопытно, здоровски, короче, прикольно. И вообще сам пляж, здесь очень классно. Сейчас мы проедем на этот пляж, я его тоже поснимаю, он очень красивый, вот просто райский уголок, реально. Среди всех пляжей в Израиле, наверное, это вот камень с рукой. Сейчас очень жарко, вот такой сезон, когда вода такая же горячая, как и температура на улице, поэтому я предпочитаю ходить в бассейн. Поедем сейчас дальше на север, потому что мои дети сейчас у свекрови, мы оставили их пожить, так сказать, в летний лагерь у бабушки. Вот меня многие спрашивали, куда в Израиле можно съездить, интересные какие-то места. Вот сегодня как раз будет влог об этом. Теперь мы приехали в Кармель. Здесь, конечно, совсем все выглядит по-другому, чем на береговой линии, хотя, в принципе, до моря здесь 20 минут езды. Сам Кармель находится в Восточной Галилее. Скажем, от Тель-Авива нужно ехать примерно полтора часа на машине. В принципе, расстояния не такие уж большие, но то, как он выглядит и даже климат, разительно отличаются. Здесь не так влажно, здесь гораздо приятнее дышать и, наверное, в принципе, жить. Хотя, с другой стороны, здесь, конечно, нет столько развлечений, поэтому этот город, наверное, больше подходит для более пожилых. Молодежь все-таки больше стремится жить в центре, ближе к Тель-Авиву, ближе вот там, где вся жизнь и все движение. Если вы новые репатрианты или вы только рассматриваете возможность переезда в Израиль, то можете рассмотреть этот город. Он действительно красивый, здесь много русскоязычных людей. В принципе, здесь здорово, здесь мне нравится лично. Здесь живет моя свекровь. Любимая свекровь. Любимая свекровь. Любимая свекровь. Любимая свекровь. Любимая свекровь. Любимая свекровь.